Вы смотрите новости Красноармейска. С вами в студии Анна Кушнаренко. Здравствуйте! Легков олимпийский чемпион. Доказано спортивным арбитражным судом. Снежный бой он трудный самый. С последствиями снегопада на территории Красноармейска ежедневно ведут борьбу городские коммунальщики. Малыш вырос на глазах. На минувшей неделе после капремонта отвелся первый корпус детсада Малыш. В вихре вальса закружились участники танцевального серпантина. Ежегодный танцевальный конкурс прошел в городском дворце культуры. Жители Красноармейска радуются вместе с олимпийским чемпионом. Золотые медали сочинской олимпиады останутся у олимпийского чемпиона и нашего земляка Александра Легкова. Что думают по этому поводу горожане узнавал Владимир Комаров. Спортивный арбитражный суд отменил решение об отстранении от олимпиад 28 российских спортсменов, которых подозревали в употреблении допинга. Среди этих спортсменов и наш земляк Александр Легков. Олимпийское золото и серебро останутся у него на законных основаниях. Эту новость сам Александр Легков воспринял очень эмоционально. В телефонном интервью для телеканала «Матч» он говорил со слезами в голосе. Я могу сказать, что я очень счастлив. Очень счастлив, что благодарю всех, что кто меня поддерживал. В общем, нет слов. Я должен это пережить просто еще раз. Это как второй день рождества. Можно, я просто переживу этот момент. Просто пойму, что произошло. Что думают о возвращенных победах жители Красноармейска, мы выясняли во время опроса на городских улицах. Я так и надеялся, что они все ребята честные и должны выступать. А уж Саша Легков, я его с детства еще помню. Так что я очень рад за него, что его оправдали и всех наших спортсменов. Никита Крюкова, там много всего. Я вот сейчас не знаю, у нас два конькобежца сегодня должны, Кулижников и Юсков. Но я думаю, наверное, тоже будет оправдательное решение по поводу. Хорошо, что наконец-то он пусть побеждает дальше. И удачи новых побед. То есть вы надеетесь, что он снова будет участвовать в Олимпиадах? Да. Очень много пережил Александр Легков в связи с теми событиями, которые разворачивались на протяжении последнего года. Был отстранен от участия в соревнованиях международного уровня. Это огромный минус в его спортивной карьере. Ну и, конечно, больше, мне кажется, всего это психологическая травма. То флаги нельзя, то форма не такая. А потом это, опять допинг какой-нибудь придумают. Там все куплено. Это наш земляк. Тут мы уже не можем, как сказать, не переживать-то. Вроде все было хорошо, все хорошо. На тебе. По жизни ты квалификация, правильно? Но это не в какие рамки не входит. Ну сейчас же восстановили, вернули медали, вы слышали, да? Да, да, слышали. Ну вот это как-то восстановилась справедливость. Я, конечно, рад этому. Снежный бой, он трудный самый. Ежедневно городские коммунальщики ведут борьбу с последствиями снегопада в Красноармейске. Кто же выручает наших горожан из снежного плена? Этим людям зима не дает замерзнуть. Горячая пора наступила для коммунальных служб. Начавшийся на прошлой неделе снегопад принес в регион повышенную норму осадков, а значит, лопаты в руки и вперед за руль тракторов. Как сообщает администрация, муниципальные коммунальщики ежедневно работают в усиленном режиме. А это 4 единицы техники и 16 человек. В работе со снежными заносами им помогают трактора и дворники управляющих компаний. По словам заместителя главы Красноармейска, от снежных заносов региональной дороги чистит компания МСК. Городские же дороги, а это порядка 40 километров, убирает компания-подрядчик «Стройинвест». Она же приводит в порядок пешеходные дорожки и тротуары. Управляющие компании чистят закрепленные за ними дворовые территории и крыши домов, сбивая наледь и образующиеся сосульки. Информация по адресам, на которые поступают жалобы, оперативно передается подрядчику. Образовавшиеся после уборки снежные навалы будут вывозиться на поля фильтрации чуть позже, когда уберут основные снежные заносы. На региональном портале Добродел завершилось народное голосование по вопросу ремонта дорог в Подмосковье. С учетом мнений жителей, в Красноармейске по пяти адресам будут отремонтированы дороги в этом году. Интернет-голосование за ремонт дорог в Подмосковье завершилось 1 февраля. С учетом мнений жителей Красноармейска, семь из восьми городских дорог вошли в план ремонта. Больше всего голосов набрала автодорога улицы Морозова. По итогам народного голосования участники признали ее самой разбитой из-за стройки по соседству, грузовые машины которой каждый год только углубляют ямы и рыдвины на дороге. На втором месте оказалась автомобильная дорога, проходящая по улице Лермонтово. Жители отмечают, что дорожное полотно на повороте с улицы Свердлова на Лермонтово больше напоминает лунную поверхность. Кроме того, в который раз жители просят местные власти организовать полноценный переезд через железнодорожные пути. В этом году в план ремонта также вошли дороги на бульваре Зубова, проспекте Испытатели и улицы Строителей. По словам заместителя главы Красноармейска Олега Кораблева, первая волна работ по замене дорожного полотна начнется в мае по адресам бульвара Зубова и улицы Лермонтово. Молодежь на руководящих должностях и стоит ли продолжать учебу после 9 класса. Такие темы обсудили старшеклассники на интеллектуальной игре «Дебаты». За игрой наблюдала и наша съемочная группа. Мы будущее страны, именно вот мы сменим поколение и от нас будет зависеть, куда пойдет наша великая и могучая держава дальше. Сдвинется ли она далее или же будет утопать под гнетом других стран. В городском дворце культуры прошла интеллектуальная игра «Дебаты», в которой участвовали старшеклассники из четырех школ города. Суть игры такова – нужно высказать аргументы на заданную тему. А вот выскажешься ты за или против – решит жребий. Капитан вытянул карточку за, команда высказывает аргументы в пользу темы. Против – значит против вся команда. Школьники дискутировали на такие темы, как молодежь на руководящих должностях. Как известно, в молодом возрасте людям гораздо легче усваивать информацию и учиться чему-то новому. И поэтому это, несомненно, является плюсом. То есть гораздо легче взять на работу к себе молодого специалиста, выучить его за предельно короткий срок. И вам уже будет готовый управленец. Не совсем правильно на самой руководящей должности научить молодежь. Лучше назначать на эти должности более опытных людей, которые со временем научат эту молодежь, и с возрастом к ним уже придет опыт. Поскольку, еще раз повторюсь, у них неустойчивое мнение, которое может меняться как раз в месяц, как раз в неделю, так и несколько раз в неделю. В дебатах главным правилом было всегда проявлять уважение к своему оппоненту. Те, кто высказывает мнение, всегда должны быть готовы его защищать. Ведь команда соперник имеет право задавать вопросы. Раз уж у нас дебаты, да, почему вы считаете, что молодежь не понимает своих целей и не может гарантировать их достижения? Просто лично я считаю, что молодежь обладает новым, свежим взглядом на этот мир. Цели их могут быть достигнуты, это, конечно, но более взрослые поколения не доверяют молодежи, поэтому на равновесие классно они просто не имеют. Обсуждали и другие важные вопросы, которыми сейчас задаются сами школьники. Например, стоит ли продолжать обучение после девятого класса? Сейчас модно стало уходить после девятого класса. Он думает, почему бы не сделать этого мне. Он не думает о плюсах, о минусах, он не думает, что я получу после этого. Он просто думает, так делают все и так должен сделать я. В финал прошли команды школы номер 4 и гимназии номер 6. Они обсуждали тему физическое развитие или киберспорт. Третье место в этой игре заняла команда школы номер 2. Второе место получили ученики четвертой школы. И победителями игры стали подростки из гимназии номер 6. На минувшей неделе после капитального ремонта открыли первый корпус детского сада «Малыш». Глава красноармейской Максим Копылов вместе с делегацией педагогов осмотрели обновленные помещения. Новая мебель, удобные кроватки и заботливо расставленные в шкафчиках игрушки уже ждут малышей. Совсем скоро последние проверки завершатся. И группы первого корпуса детского сада наполнятся голосами детей и их звонким смехом. Несколько месяцев велись капитальные работы здания по губернаторской программе образования Подмосковья. На эти цели по региональной программе из областного бюджета было выделено порядка 14 миллионов рублей. Из муниципального – 3 миллиона. Меня переполняет, наверное, гордость за мой коллектив, который справился с этой задачей, за то, что отчасти подрядчик попался очень хороший, что мы построили таких два, большой комплекс, как сегодня сказала Лариса Константиновна и Марина Изосимовна, большой комплекс, и по стилю он подходит, и, ну, в общем, я даже не знаю, эмоции меня, ну, переполняют. Я очень рада. Ну, действительно, большой праздник не только для педагогов, но и для самих ребят. Они сегодня выступали, видно по их эмоциям, насколько вот они рады, вот то, что вот. Да, они очень обрадовались сегодня. Дети заходили в свои группы и немножко даже переживали, потому что говорили, это наша группа, мы тут будем теперь жить, это так здорово. Вот, и, в общем-то, конечно, я думаю, что детям и родителям это большой вклад в систему образования города, очень большой вклад эти наши два учреждения, и я думаю, что родители, мы все сделаем для того, чтобы дети приходили сюда с улыбкой, родителям нравилось, и все было комфортно для них и по технике безопасности, и по пожарной безопасности, все, что было комфортно. Я очень рада, испытываю очень восторженное чувство от того, что все получилось у нас. Это благодаря моим сотрудникам, благодаря хорошему подрядчику, благодаря администрации города, ну и благодаря, конечно, губернатору. Все это получилось у нас. По словам заведующей детского сада, совсем скоро 120 маленьких жителей Красноармейска вернутся в свои обновленные пять групп. Также начнут выдавать путевки малышам от двух лет, которые уже в этом году пойдут в детский сад. За свою вековую историю служба КДН претерпела большие изменения. Были года, когда структура и вовсе не работала, но комиссия всегда защищала интересы детей и вела большую профилактическую работу. Комиссии были созданы декретом Совета народных комиссаров от 9 января 1918 года. Декрет устанавливал, что все дела о несовершеннолетних обоего пола до 17 лет, замеченных в общественно опасных деяниях, подлежат ведению комиссий о несовершеннолетних. Таким образом, правонарушения, совершенные малолетними преступниками, уже не рассматривались судами, и детям не грозило больше тюремное заключение. В Красноармейске комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ведет отсчет с начала 90-х годов. За эти годы многие люди принимали активное участие в работе комиссии. 30 января прошло награждение тех, кто долгие годы работал в комиссии и занимался проблемами ребят. Это бывшие и нынешние председатели и заместители председателя комиссии. Конечно же, работу комиссии трудно представить без тесного сотрудничества с городскими учреждениями и в первую очередь с городскими школами. Их работу тоже отметили благодарственными письмами. Далее вас ждут новости культуры и спорта. А я с вами прощаюсь. До встречи. Здравствуйте, с вами Юлия Рябина. И теперь о новостях культуры и спорта. Музей фабрики Краф не только хранит множество истории, но и сам является ее частью. За полвека своего существования он собрал множество интересных документов. Встреча, посвященная музею, недавно прошла в Центральной городской библиотеке. Подробности далее. Вознесенской фабрики или, как ее называли в советский период, фабрики Красной армии и флота давно нет. На территорию фабрики и уж тем более в сохранившиеся цеха не попасть. Но музей фабрики Краф, располагающийся в нескольких кабинетах городского дворца культуры, посетить могут все желающие. Музей настолько интересный, что впору про него рассказывать истории. Краевед Нина Махнина рассказала много интересного о истории и экспонатах музея гостям, собравшимся в читальном зале городской библиотеки. Раньше жили рабочие и в Путилово, и в Лепешках. И вот если от Лепешек они бежали, гудок пробудел, а они еще не успели. Молодые были, хотелось потанцевать, хотелось в клуб сходить. И проспали. И вот, говорит, бежим. Такая же погода, как сегодня. Такой же снег, такой же ветер. А мы. Валенок тогда еще не было. Галоши и вязаные носки. И вот бежим, прибежали. Времени уже пять минут. Ресконтеру этому. Ну, пожалуйста, нас не записывайте в черный список. И вот таким образом даже в 30-е годы происходила вот эта работа нашей паблики. Интересно, что большинство фактов Нина Степановна знает не благодаря архивным документам, а благодаря давней дружбе с музеем. Более того, она помогала в формировании его фонда. Когда открывался этот музей, я работала старшей пионерской вожатой в первой школе. А вы знаете, что первая школа и клуб Строгалина, в котором располагался музей, они рядышком находятся. И вот члены совета музея постоянно приходили к нам в школу для того, чтобы пионеры помогали им каким-то образом собирать материалы. Естественно, что я вместе с пионерами собирала материалы, опрашивала ветеранов, записывала какие-то... Уговаривала, чтобы давали фотографии, потому что раньше не было интернета, раньше не было никакого сканера. И люди просто вот отрывали от себя эти фотографии для того, чтобы в музей их отдать. Потому что действительно это были очень ценные для семьи вещи. Но тем не менее, очень много писем с фронта, очень много фотографий своих родных и знакомых были помещены в этот музей. И поэтому даже потом, когда я уже ушла из школы, закончив институт, какое-то время я там работала учителем, а потом перешла на работу в Пушкинский районный дом пионеров и школьников. И там я занималась краеведением, и не могла я свой музей бросить. Естественно, я приезжала, и очень много времени, тем более, что там работала тогда Валентина Николаевна Волчкова, которая была учительницей нашей школы. Почетные звания надо защищать. Театр моды «Фантазия» на прошлой неделе предстал перед экспертным жюри, чтобы доказать, что достоин звания образцовый детский коллектив. Театр моды «Фантазия» подтверждает звание образцового коллектива. 3 февраля в Доме культуры имени Ленина юные модельеры представили членам жюри свой труд. В этом году «Фантазия» отмечает большой юбилей. Этот театр моды известен в Красноармейске уже 25 лет. Мы сегодня очень рады. Большое спасибо детям, родителям, нашей администрации. Всем огромное спасибо. И нам спасибо, преподавателям. Мы так переживали, нервничали. Но все получилось. Мы все рады, и дети, и мы все рады. Теперь послушаем еще, что нам скажет комиссия. Модельеры театра моды «Фантазия» провели шоу-показ и успешно прошли муниципальный этап. Теперь, чтобы подтвердить звание образцового коллектива Московской области, им нужно выступить перед комиссией Подмосковья. Танцевальный серпантин – это вихрь чувственных, романтичных, зажигательных и грациозных танцев. Конкурс бальных танцев прошел в городском Доме культуры в минувшие выходные. Подробности смотрите в нашем сюжете. Второй год подряд в городском Дворце культуры проходит конкурс по спортивным бальным танцам. Конкурс, он же фестиваль – танцевальный серпантин. 4 февраля на одной сцене выступили танцоры из «Дюдса», городского Дворца культуры и Дома культуры имени Ленина. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В следующем году организаторы обещают пригласить на сцену еще больше конкурсантов. Дворец культуры Красноармейска, как всегда, старается шагнуть за рамки городского конкурса. Танцевальный серпантин собираются сделать масштабным фестивалем, вовлекая коллективы из других городов Московской области. Молодцы! 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 На этом у меня все. Я Юлия Ребина, с вами прощаюсь. И напоминаю, что группа телеканала есть во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на нас, смотрите в эфире, и вы всегда будете в курсе городской жизни. Продолжение следует...